о том, что для того, чтобы убрать эти все влияния, надо постепенно сокращать пищу, переходить на клеточное питание и быть независимым от питания микроорганизмами и подкармливания их в своем ЖКТ. Ну да. То есть желудочно-кишечный тракт, у нас ведь он был нужен не только для того, чтобы нас питать. Он вообще был нужен для эволюции, прежде всего. Ведь смотрите, у нас ведь слово кишечник, да? И слово вскишело. Вот в Библии сразу написано, когда Бог создал там землю, да? Земля вскишела животным и растительным миром, да? Вот. Потому что кишечник, он у нас производил и другие виды. Потому что у нас, смотрите, есть выражение кишка тонка, да? Ну так вот она тонка в том, что мы не все можем произвести. Яйца, например, динозавров мы большие такие произвести не можем. Но маленькие можем. Вот. И в принципе у нас кишечник, это как раз орган был творения. Когда мы были богами, он у нас творил кишечник. И поэтому у него сейчас функция поменена. У нас сейчас все другая. Если, грубо говоря, еда не будет поступать в кишечник или там только соки, то он постепенно начинает обратно свою функцию восстанавливать. Да. И в принципе у нас почему ангелы? Они же могут летать в космос. Их же видят, этих ангелов. Они правда большого, большого роста. И космонавты видят, и летчики видят. Вот они летают на очень высоких расстояниях от Земли. А там уже безвоздушное пространство. У них там одежды особой нет. Они, ну какая-то там накидка и все. В принципе. И разреженное пространство, они должны взорваться от давления. Потому что там нет давления. Ну маленькое. А внутреннее давление высокое. А они не взрываются. Вот. И они не дышат там. Самое-то интересное. Они могут находиться без воздуха. Ну потому что те, которые не еды, они раз в минуту дышат. Раз в минуту. Вот. А некоторые могут вообще не дышать несколько часов. Но это уже факты, которые, в общем-то, нам дают эти же нееды. А вот вы знаете, вот у меня такое питание. Я не-неед, но я ем один раз в день. И в основном только сырую пищу. И вы знаете, у меня температура тела 34 градуса. А дышу я 4 раза в минуту. То есть, грубо говоря, можно сказать, что если двигаться в этом направлении, то я могу достигнуть и такого тоже уровня. Да. Понятно. Вы уже так хорошо продвинулись. Фактически неедко. Но вот некоторые малоеды, которые раз в неделю едят, вот у них такие же результаты, но там поменьше дышат. Но тоже 34 градуса температура тела. То есть, уже совсем другой обмен. То есть, вы его достигли. Это действительно так интересно. А помню, я когда заболела недавно вот вирусом, получается, у меня повысилась температура до 36 градусов. Это было так необычно. Хотя у обычного человека 36,6, а у меня уже плохое самочувствие стало. Ну, ладно. У меня уже рядом очень плохие люди, у которых всё хорошо. Но очевидно, что карма не работает. Но зато работает на хороших людях, которые, по сути, даже ничего не сделали, зато поверили в то, что карма сейчас работает. Ну, грубо говоря, такое чувство, что карма наказывает только хороших людей, совестливых, справедливых. А вот таких, которые занимаются бесчинствами и грязью, карма не наказывает. То есть, получается, карма придумана для хороших людей, как наказание или как? Вот откуда это пошло вообще? Ну, дело в том, что когда у нас, ну, до буддизма ещё, да, потому что, в общем-то, когда появился буддизм, появилось понятие кармы. Потому что у нас была карма. То есть, человек свершил, ну, там, искорбил кого-то, у него типун. Вот, сворвал, у него рука отсохла. Убил, он зрение потерял полностью. Ну, и другие такие наказания, они хорошо в индийской литературе описаны все эти, какие преступления, какие последствия. То есть, была карма. А для того, чтобы человек мог творить бесчинство, да, сделали карму. То есть, перенесли на следующую жизнь. Вот. Но это, в основном, у индусов. У нас, в принципе, нет кармы, потому что у нас перевоплощения нет. Вот. Но у индусов тоже его нет. Ну, практически нет. Потому что в лоб людей, где есть перевоплощение, попадают лишь те, кто прошел тризну. Или святые, которые достигли высокого уровня и могут как умирать, так и воскрешать. Вот у них, в принципе, в общем-то, есть такое перевоплощение, понятие перевоплощения. Потому что на том свете ведь долго не просуществуешь. Мы же сейчас уходим на пике падения. А раньше ведь люди для перевоплощения уходили на пике подъема. И они могли сколько угодно долго существовать на том свете. А сейчас долго не просуществуешь. Там или на гавах попадешь. Вот. Или воплотишься, черти в кого. Вот. И карма сделана для того, чтобы человек получил наказание в следующей жизни. То есть он будет страдать. А ему надо, чтобы он страдал. Те, кто вот продают душу, да, им же ведь здесь все прощается. Но зато в следующей жизни это будет полный ад для него. Для того, чтобы он насытился как можно большим этим галахом. И уже как бы такой ценный экземпляр для них. Он уже идет на переработку. Для того, чтобы вот его там обменять на что-то. Или использовать для каких-то целей. Потому что все требует энергии. Энергии, да. Вот. Но любая способность требует энергии. Любая возможность. Любая функция новая. Любой орган, чтобы создать новый. Требует энергию. Но где ее взять? Вот галах. Вот. И поэтому. И почему же это биологическая энергия? Она для многих биологических целей используется еще. Для экспериментов и так далее. Для прогресса. Потому что цивилизация без биологического прогресса. Это не цивилизация. Технический путь это тупик полный. Вот. Поэтому те цивилизации, которые более-менее понимают в эволюции тупик. Они идут по биологическому пути и вот используют галаху для этих целей. Поэтому нужна карма. Карма, чтобы человек как следует пострадал и как можно больше этого галаха приобрел. Да, это, конечно, очень интересно. И чисто по общению, по тому, как люди взаимодействуют друг с другом, такое чувство, что здесь практически нет людей, кто воплощается. Вот мы их в клубе нашем, Рекс Деус, называем игроками. Это те, кто играет и понимает, что он находится здесь в игре и воплощается. Вот по нашим подсчетам, если честно, их где-то, ну, процента три от сто процентов людей. А вот как вы ощущаете, вот в связи с вашим опытом, вот люди, которые воплощаются, себя полностью контролируют, не отдают гавах? Ну, вот сколько их, вот общая стопроцентная масса людей, вот в нашей соте, в нашем мире? Вот была статистика, приведена в Соединенных Штатах, кто желает продать душу дьяволу. Так там, что-то, 30 сколько-то тысяч, ну, это в одном месте только. Готовы были продать душу дьяволу, чтобы жить хорошо. Это же, ну, приличная сумма людей. Вот, ну, так вот, представьте, если по всему миру, в каждом округе, в каждом городе, такая, такие суммы. Сколько людей будут потом страдать, продав свою душу? Вот, там дело в том, что вот с того света можно вернуться еще, если подписываешь договор на вредительство людям. Вот какие, это так называемые договорники, они сюда приходят вредить людям. А здесь, в общем-то, этих, оказывается, таких объединений вредителей очень много. Они знают про людей все, им просто дают такие возможности знать про каждого человека, что угодно. Он может это все узнать. Мочь, там, левитировать, проходить сквозь стены. Все это у них есть. Это уже те вот, которые договорники, ну, такого, высокого уровня. Есть договорники, которые низкого уровня, они просто вредят и все. Вот, но они ничего не могут. Но вот, когда они предлагают, мне тоже было такое предложение сделано, что мне дадут, если я буду с ними. То есть можно превращаться, можно летать, можно проходить хоть куда, сквозь стены там и так далее. И у нас сейчас вот камер-то ведь много наставили. Некоторые люди проходят в магазины, например, когда там никого нет, уберут, что хотят, а оттуда выходят. Ну, вот типичный пример этого договорника. Да, я не могу делать так. Но ничего не могу с этим сделать. Даже если я зла на людей, я все равно через пять минут начинаю им помогать. И я ничего не могу с этим поделать. Такое чувство, что просто я как в зомби. Я должна жить и постоянно помогать людям. И это какой-то бред. Что с этим можно сделать? Такие договора тоже есть? Наверное. Раз у вас такая проявляется тенденция, значит, у вас вы посланы от людей. У нас лог людей, которые в действительности могут перевоплощаться. И мы, кто приходим от людей, да, у нас задача, ну, как бы вернуть тоже перевоплощение, вернуть, значит, бессмертие. Ну, кто понимает эту задачу, которую он там писал этот договор? А большинство же людей попадают и не помнят своих прошлых жизней, и не помнят, что они там обещали. Понятно, они попадают в эти все религиозные ловушки, попадают там к мошенникам, к ворам. Ну, кто куда, короче говоря, и они не выполняют свои задачи. Хотя, в общем-то, подписывали тоже, наверное, этот договор. Но, во всяком случае, раньше особо-то не подписывали, раньше достаточно было ударить по рукам, и все, договор состоялся. Если ты нарушил это, ну, все, конец тебе, конец твоей чести, конец твоей репутации. У купцов так было. Там не надо было никакой писанины. Это сейчас надо писать. Как вы думаете, а такой договор возможно разрушить? Это вообще, ну, вот, возможно, просто, допустим, человек пожалел обо всем, обо всех договорах, и вот хочет разрубить вот все договора, которые были, и остаться свободным. Это возможно, или это на этом уровне невозможно? Возможно, потому что, допустим, вот религии, которые обеспечивают человеку первоплощения, они все эти договора перечеркивают только потому, что у них она более сильная, эта религия. Потому что перевоплощаться могут только сильные люди. И эта религия сильная, потому что у них и вера в богов, и вера в добро, и прочие добродетели человечества очень высокая. А в действительности все это творит вера, и энергия веры – это самая сильная энергия. Она вообще везде сильная. Потому что ведь даже Христос говорит, что поверишь в меня, да, и у тебя там все будет сбываться. А это реально так. Если ты веришь, оно так и получается. Человек, вот Трофимчук, в «Консомольской правде» был описан, он верил, что его не убьет пуля, если он ее не будет бояться. Ему так отец сказал. И он в любых ситуациях, снаряд попал в их расчет. Все погибли, он остался целый. Даже царапина не было. Но он остается там прикрывать отход, взвода. С ним, значит, два человека. Два человека убивают, он остается жить. И вот в таких вот случаях его спрашивают, почему так? Он говорит, вот я верю, что… То есть, если ты пули испугался, да, она тебя найдет. А если ты ее не боишься, ничего не будет. И так и происходило. И так происходит. Потому что вера. А может быть такое, что что-то влияет, если человек не просто не верит в это, а даже не знает об этом. Вот, например, меня очень часто наказывает за что-то «Матрица», но я узнала об этом наказании из-за того, что просто все поставила в памяти, что я что-то делаю и получаю. А я как бы не верила в то, что это возможно. И тоже считала, что если я во что-то не верю, то этого не произойдет. То есть, это как-то по-другому работает или надо как-то по-другому веру настроить? Ну, понятно, что можно перестроить ее. То, что матрица, она бьет независимо от нашей веры, если мы что-то не то делаем для нее. То есть, грубо говоря, баламутим воду, а этого делать нельзя? Да нет, можно, а почему нельзя? Если опять же сила веры. Вы же принастраиваете себя на веру другую. Но когда новая вера, она слабенькая, ее же надо укреплять, ее все время надо подтверждать какими-то фактами. И когда на вас вываливаются эти факты, ну, то есть, кто-то вам их выложил про плоскую землю, например, вы же уверены, что плоская земля, да? Но если вы учили там физику, астрономию и все прочее, у вас тоже вера, что земля грубая. И все факты, которые вам выкладывают, вы видите, что это обман. А так ведь, если человек не изучал ни физику, ни астрономию, ни другие предметы, связанные там, механикой и прочее, которые связаны с пониманием мироустройства, понятно, что его не переубедить. Он знает, что земля круглая. А он, если не изучал, ну, понятно, легко убедить, что земля плоская. Ну, так, это точно. А вот все-таки сколько, вот, по какой процент тех, кто может воплощаться, вот, и помнить свои жизни, вот 100% людей, их меньше 5% по-вашему, или больше? Меньше, меньше намного. У нас же атеизм. И народ воспитан в атеизме. А же, почему атеизм-то ввели? Потому что у нас было православие, вот. А православие у нас было запрещено. И поэтому у нас, как бы, на поверхности была одна вера, а это было католичество. А внутри было православие всегда. Ну, у многих русских людей. А потом, когда стала борьба с религией, проявлять религиозность было нельзя. И поэтому дети у нас все атеисты. И вот сейчас, когда у нас, в общем-то, православие подменили полностью католичеством, люди повернулись обратно к религии, но они уже не к своей религии повернулись, они повернулись к католичеству. Потому что у нас все, что в католичестве, то и у нас. Там все таинства. Здесь, в нашей конфессии, которую тоже называют православием, не имеющие отношения к православию. Называют русской, которая никакого отношения к русскости не имеет. Называют даже христианской. И к христианству они не имеют отношения. Потому что это чисто в этой католице. Ну, в разные стороны крестится вся разница. Это очень капитальное отличие в действительности. Это надо знать историю религии, какая она была. Она ведь историю религии никто не рассказывает. Нам все, что рассказывается, это все лапша на уши. Спасибо. А вот воплощение по роду. Какое у вас мнение насчет этого? Человек воплощается по своему роду или может попадать в чужой род? Например, если бабушка или дедушка погуляли, изменили. И идет, допустим, замещение одного. Он попадает в благополучный род, а другой попадает в другой род. Или все-таки мы не можем попасть в чужой род. Потому что оно бывает такое, что человек как будто не из этого рода. Он ни на кого не похож. Ему не близки все эти люди. Но это даже связано не с то, что с биороботами. То, что вот попал живой человек к биороботам. А вообще как будто он вот род не наш. Вот вы такое замечали? Вот понимаете, здесь какая ситуация. У нас слово род попутан со словом клан. Вот клан это наше генетическое родство. То есть мы там у папы, у мамы это наш клан. Там сестра, брат, там тетя, дядя, дедушка, бабушка. Это клан. Род он определялся шизницей. У нас было 60 родов всего на земле. Это те люди, которые родились в одну шизницу. У нас, ну, семидневка ввели после революции только. У нас была всегда шестидневка. И в году у нас шестьдесят шестидневок. И поэтому все люди, которые родились в одну шестидневку, они все родственники. Если вы посмотрите их судьбу, она идентична. Посмотрите их характер, идентичный. Вот это род. Клан может быть другой, а род может быть один. Но у нас старались и клан, и род совместить. У нас все рождались в одну шизницу. Старались, чтобы родились. И почему вот крестные матери и крестные отцы появились? Это когда надо вытащить родственника с помощью окличи, которые еще до революции, после революции еще были. Это еще Миролюбов об этом пишет. Так вот, род приходилось... Ну, там еще женщина какая-то не может сейчас родить. Ну, там всегда причины какие-то. То болезнь, то еще что-то. И потом у нас еще, видите, очень следили за полом. Сейчас ведь за полом никто не следит. И у нас женщина может родиться в мужчину, мужчина может в женщину. У нас получается, что 50% женщин и 50% мужчин это склонны к гомосексуализму особей. Потому что не следят. В 19 веке вполне четко было, как когда женщина рождается, когда мужчина. Так вот, чтобы родился мужчина, да, и чтобы он родился в этот род, или чтобы родилась женщина в этом роду. Вот есть время, когда нужно. Данная мать не может родить. И получалась окрестная мать. Она могла быть из этого рода, могла быть из соседнего племени, то есть другой род, да. Но она будет рожать этого ребенка, и он будет относиться все равно к их роду. Понимаете? Она крестная. И ребенок родился он в их роде. Хотя там же каждая мать должна родить того ребенка, который у него был в прошлой жизни. И мы должны родиться у тех матерей и отцов, которые были у нас в прошлой жизни. Вот это, чтобы соблюдать все, да, вот, ну, нужны были крестные матери и крестные отцы. Потому что они помогали как раз соблюсти, чтобы в жизни с одной и той же родиться. Значит, я говорю про клан. То есть вот про именно клан семьи, да, допустим. Вот я помню очень давно свой клан, откуда он пошел вообще. Это как раз был клан русалок. И я очень хорошо помню вот этот клан, как он шел. Я даже по своему генетическому древу прослеживала, как мы вообще попали, откуда мы попали в Сибирь, потом в Молдову, потом обратно в Россию. Я отслеживала это, вот этот клан. И на самом деле раньше я даже не предполагала, что можно так вот воплощаться столько времени по своему клану. Это у всех так происходит? Вообще это нормально? Или все-таки можно попасть не в свой клан и просто-напросто в чужой семье вообще родиться и не знать, что вообще делать дальше? Как быть? Такое часто происходит. Дело в том, что дети часто бегают из дома. Это явление, оно описано в психиатрии. И с ним там лечить пытаются. Ну, это, конечно, бесполезно. Просто ребенок, он может заявить, что ты не моя мама, что ты не мой папа, потому что ребенок помнит свою жизнь прошлую. Вот. И ему никто не говорит, что ты жил раньше. Вот. И поэтому он как бы сам интуитивно все это решает. И он идет искать своих папу и маму где-то, да. Ну, что у него там, где-то он вспомнит. И они уходят очень далеко под час. Ну, так и не находят, конечно. Ну, как правильно, не находят. Вот. А вот тот вспоминает и говорит, что у меня была там вот семья, все прочее. Особенно в Индии. В Индии же это не секрет. И это поощряется, когда человек вспомнил свою жизнь, вспомнил, где он жил, вспомнил, когда он умер, от чего он умер. Он приходит в ту местность, где он жил, и там реально его род. Ну, там, естественно, он уже не такой, как был, когда он еще жил. Но, тем не менее, его род там остается. Ну, род или клан, как правильно. У них тоже это не соединено. У них тоже в любое время можно рождаться. У нас это, вот даже и православие, это четко. Надо было только в шизницу рождаться. И кланы, и род, чтобы было одно и то же. Да, я вот как раз хотела рассказать вам вкратце одну историю, которую я вспомнила из прошлой жизни, когда путешествовала по США. Я увидела один госпиталь, который очень сильно, точнее, я даже его не увидела, я остановилась в том городе и вышла. Было уже холодно, но меня что-то тащило, хотя я весь день была в дороге. Это уже было 12 часов ночи. Я просто шла и наткнулась на просто огромный госпиталь. И я вспомнила, что я даже его в книге своей описывала «Эхо из прошлого», где я работала, когда была Мария Оршич. Это мое прошлое воплощение. Во время Второй мировой войны и во время Первой мировой войны туда свозили трупов замороженных. И под самим зданием были огромные катакомбы. И они из этих, скажем так, частей формировали других людей. Также они брали другие гены и так далее. И потом при помощи определенной технологии торсионные поля, эфир и кристаллы. Там, кстати говоря, шахты по добыче кристаллов. Этих людей оживляли. И я как бы это все вспомнила, представляете себе. То есть я уверена, что также любой человек, он может вспомнить, где он работал, что он делал и так далее. И вот сейчас я мечтаю как бы этот госпиталь выкупить. Но его кто-то... Я начала проводить медитации с игроками. Это люди из нашего общества. И буквально через пару недель кто-то выкупил это здание. И мы теперь даже не знаем, как туда присоединиться, потому что хочется продолжать, скажем так, эксперименты. И вот как раз хотела у вас спросить, а верите ли вы в то, что новошвабцы могут быть хорошими и нести благо? Или вы думаете, что они все направлены на уничтожение людей и уничтожение... Нет, нет. Там нормальные есть люди. Дело в том, что у них же произошел раскол. Одна же часть улетела. Ну, они и были на Церерии, но они отсоединились от Швабии. Вот. На Луне они только эти... У них, ну, в аренде только там эти земли взяты. На Луну их не пускают. На Марсе, ну, там практически такая же ситуация. Там же инсектоиды, ну, и наши тоже там. Старая эта осталась община марсиан. Вот. И поэтому, в общем-то, у них ситуация такая же, как и у нас. Нас на Гавах. Их тоже ведь на Гавах. Вот нас хотят сейчас убрать. Говорят, что у нас, значит, чтобы был миллиард, да. Так их тоже хотят убрать. Потому что их много. Восемь с половиной миллиардов, которые нам говорят, приписывают. Это со Швабией. Потому что в Китае в реальности всего лишь полтора миллиарда человек. Вот последняя перепись 21-го года показала. Их полтора. А в Индии миллиард триста. Всего лишь на все. Где эти семь-восемь миллиардов? Это все в Швабии. А их будут использовать вместо нас на Гавах. Да их и сейчас используют на Гавах. Но у них есть бессмертие. Но правда им все это постепенно перекроют. Ведь они же первые открыли про голубую кровь, да. Как голубая кровь получается. И это раньше писали. Об этом раньше говорили. Сейчас об этом молчу. Понятно, что эти знания вытравят. Как и все, что мы знали когда-то в 19-м веке. В том же 19-м. А в 18-м я уж молчу. Уж вообще я там их еще не знаю. Вот. И поэтому они такие же несчастные. И в этом плане мы можем с ними объединяться. Вот. Ведь они же, почему их так много, они же смогли оживить людей, которые умерли в Первую мировую войну. И оживили тех, которые во Вторую мировую войну подъявили воины, да. Но и не только воины, а и мирное население. Вот. И поэтому их сейчас так много расплодилось. Вот. Ну. Я думаю, что среди них. Они просто, ну, нас не считают за людей, не считают за равными себе. Только потому, что у нас нет этих технологий, знаний. Но если мы ведь один, люди будут знать, то между нами нет никакой разницы вообще. Так что, в общем-то, думаю, можно было бы объединяться. И вот у нас враг один. Они ведь это тоже понимают. Они ведь тоже независимы. Ну, то есть у них просто роль надсморщиков. Им разрешили это делать. А в принципе, хотят ли они эту роль? Не все же хотят. Вот. Они тоже хотят ведь и счастья. И чтоб на земле все было хорошо. Вот. Это не значит, что всех надо гнобить, как вот они там. Ну, как фашистская идеология предполагает. Что есть высшие, есть низшие. Да, есть разные. Но это не высота и не низота. Разные. А разные – это не дикатомия мышления. Это именно разнообразное, то есть многомерное мышление. А мы, к сожалению, это многомерное мышление, как и швапцы, тоже лишены. Потому что диалетика, которая была раньше, да, вот еще в МГУ преподавали наши философы, да, которые владели диалектикой. Сейчас же и никто не владеет. Диалектика – это искусство вести спор в реальности. Это никакой не диалектический материализм, как нам сейчас говорят. А искусство владения спором – это оно заключается в том, что любое твое утверждение, оно не опровергается. А тебе задают вопросы, и ты сам приходишь к тому, что ты неправ. Вот это диалектика. Более, я думаю, совершенно. Но сейчас мы, конечно, этим всем совсем не владеем. Вот все-таки еще хотелось узнать насчет договора про гидру. Вот это существо. Просто я также помню свою жизнь во время Атлантиды. И мы как раз так же питались, вот как я, ну, я сейчас стараюсь питаться, к чему иду. Мы ели очень редко, и то во время ритуалов. В основном пили там различные напитки с металлами. И все было прекрасно. Потом вот это заражение откуда-то пошло, и нас заразили микроорганизмами, где человек уже хотел и есть, и плодиться, и так далее. То есть как бы пошло изнутри вот это заражение, и сейчас оно дошло своего пика. И, скорее всего, это ведь договор, да, определенный с этими существами. Возможно ли, ну, как-то расторгнуть этот договор, чтобы эта гидра полностью покинула тело? Или это невозможно, и она все равно будет в каком-то латентном зачаточном состоянии, как раковые клетки, которые, возможно, никогда не пробудятся, если мы не дадим почву? Или все-таки можно эту гидру вытравить из тела? Ведь мы же имеем право быть сами в теле без подселенцев? Или мы не имеем права на это? Ну, дело в том, что вот под гидрой, это вот понятие этой гидры, развил сегодня Дмитрий Мыльников, вы же его тогда знаете. Да, да, в честь Дмитрия Константин Хватов. Но это как бы, знаете, совокупность микроорганизмов в теле, которые друг другу помогают. И это как общая гидра, как паразит, который нас, ну, грубо говоря, нами управляет и программирует нас на смертное излишество. Это в действительности гриб, грибница. Мы же как бы только плодовые тела воспринимаем гриб, а у нас грибница. Она расселяется по всему телу. Их несколько видов, это грибница. Есть, которые, вот, папилломы там образуют, вот, и есть, которые там, ну, там разные виды, да? Раки, которые там образуют и так далее. Вот. И у нас, вот, мозг, например, там ведь не было вообще этой лимфатической системы. Ее часто, эту гидру, путают с лимфатической системой. А сейчас, вроде как, у некоторых обнаруживается эта лимфа. Ну, в смысле лимфатической системы. В действительности, это грибница, прорастающая мозг, поразившая мозг. Она вот как целостный организм, да? Вот именно грибница как целостный, оно мыслящее существо. Оно управляет человеком. Оно определяет его поведение, определяет его желание. Оно всем управляет. Это гидра. Это реальность. Но у нас, помимо этой гидры, еще куча всяких, вот, одноклеточных существ, которые тоже поражают разные органы. И вот колония всегда организма, она тоже обладает своим разумом. Как вот стая, там, рыб или стая птиц, она тоже обладает коллективным разумом. Потому что одна птица, она не знает, кто летит. Две птицы не знают, три тоже не знают. Но когда их много, они собираются в стае и летят, уже знают, куда лететь. Возникает один вожак. Но это эффект сотой обезьяны. Сотая обезьяна уже знает, как надо мыть морковку, чтобы она не скрипела на зубах от песка. Вот эти пробуждения, это именно коллективный разум. Он рождается, когда, вот, собирается какое-то количество особей одного и того же вида. Вот, и грибница тоже самое. Там много, и они все между собой связаны вот этими целями. И там вот эти плодовые тела, которые папиллом там или еще что-то рождают. Вот, и оно фактически, в общем-то, поражает всех людей, в конце концов. В детстве, может быть, еще не поразило, потому что там есть иммунитет, который у нас постоянно гасит с помощью всех возможных приливов. Вот, но если погасили, то понятно, что и такого ребенка гидро возьмет. Но при сильном иммунитете понятно, что ничего подобного не происходит. А сильный иммунитет гасит. У нас, смотрите, йода не хватает хронически, селена не хватает хронически, магния не хватает хронически, сера не хватает хронически. И вот пять таких вот элементов, которые фактически определяют наш иммунитет, их нет. У нас пища вся этим обескровлена, обесточена, то есть нет их, и все. А мы должны их употреблять, чтобы иммунитет был, чтобы ей сопротивляться. Вот именно поэтому биороботы, люди так себя ведут. Потому что эти микроорганизмы тоже создают рой, их становится слишком много, и они создают рой из людей, так же, как из друг друга, правильно? Да. А вот мы в клубе Rexdeus выяснили, что гидра, она специально себе разводит и оберегает вот этих червей и амеб, потому что она их кушает. Гидра-то питается не только нами, мы это уже в последнюю очередь. Она любит очень червячков всяких, амебок, одноклеточных, что она как бы и разводит внутри нашего тела прям пастбище вот этих вот паразитов, которых она кушает. Ну это интересная мысль. Ну у нас муравьи разводят тоже этих ломиху. Она и так защищает, но просто даже видим, как на чистках выходят то одни, то другие. Мы знаем уже после каких паразитов следующие пойдут, потому что они достают на страже друг у друга и друг друга оберегают. Но если одну колонию убьешь, сразу же другие прут. Они долго и очень иногда стоят на страже. Если кто-то умер из их колоний, да, у них уже популяция все, они резко дают какие-то импульсы, вот прям перед глазами продукт появляется с запахом, который ты никогда не ел, но тебе очень хочется, потому что они знают, если ты сейчас это съешь, они восстановятся. То есть они такие умные, я вообще в шоке. Это да, это точно. Да, так что договор с гидрой все-таки как-то можно расторгнуть? Или это просто тупо контроль питания, чистки? И в общем-то, если контролировать, не пускать в тело лишнего, то она рано или поздно просто сдохнет, взять ее измором? Ну вот у вас ведь ее уже нету, раз вы можете есть один раз. Вот, к сожалению, 15% я ее еще чувствую. Знаете, я иногда чувствую, как она, вот она очень любит в тимусе быть, и она как будто какими-то плавниками перебирает вот так изнутри по костям, вот так вот делает, и такой звук характерный. Я чувствую, как она чем-то вот таким, вот по размеру, как мои пальцы, вот так перебирает по костям вот так изнутри. Я ее физически чувствую. Иногда она шевелится. Знаете, я выпиваю БАД, а она вечером шевелится в горле, прям вот так вот. И у нее вот такие по размеру где-то вот щупальца или что, и она вот так вот, иногда я пью БАДы, она их берет, затыкает. И для того, чтобы эти БАДы прошли внутрь, мне нужно что-то проглотить, съесть или выпить эфирного масла, тогда они спускаются, а так она берет, затыкает. То есть я прям чувствую, как что-то передвигается по моему телу, такое маленькое вот, вот такое, как с кулачок вот так вот. И оно такое вот тельце имеет, и длинные такие штучки, которыми она вот то туда, то сюда иногда отбрасывает, как ублуждающий нерв, а оно то туда пойдет, то сюда ползает. Это звучит, конечно, фантастически. Когда кто-то рассказывает, все с меня смеются, но я знаю, что это правда. Дело в том, что у нас здесь сфинттер есть, да. Вот когда, допустим, пища, которая нам не подходит, она встает в горле. Вот картошка часто так вот встает в горле, ее надо запить чем-то. Это сфинттер вот этот вот. Он как бы должен препятствовать непопаданию нам ненужной пищи, неродственной. Картошка там может быть, какая-нибудь каша может быть. Вот та же самая пшеничная там какая-нибудь. Да с одной стороны, может быть, с этим связано. Но то, что вот вы говорите, гидра, она же в принципе ведь не двигается. Вот то, что у вас получается, это может быть какая-то астральная сущность. А она астрально проявляется вполне осознанно. А она изгоняется там с помощью как раз вот цветоносного тела, когда его накачивают энергетикой. Она, в принципе, может быть изгнана. Потому что когда у человека сильная энергетика, потому что у нас чем больше потенциал у человека, да, и вот больше притягивает меньше, как ни странно. У нас обычно с большего снимается, вот. Но это снимается в случае, если вообще там ничего нету. Ну, то есть вообще ноль. Тогда происходит выранивание. А если есть что-то, оно переходит к большему. Вот если вы встречаетесь с инопланетянами, после них же себя так хреново, себя чувствуешь. То есть разбитость полностью. Они из тебя вытянули все, что у тебя было накоплено за всю жизнь. Ну, потому что у них потенциал сильный. Да, я в какой-то момент перестала просто с ними общаться, потому что почувствовала, что они как-то связаны с микробиотой. И вы знаете, когда перестала есть молочные продукты, прям почувствовала, как они от меня отстали. Как будто они как-то с ними связаны, вот с этими молочными бактериями. Кстати, мне тут посоветовали как раз вот, я их называю операторы сознания, а вы их называете новошвабцы. Я с ними общаюсь часто в Астрале. Вот такой аппаратик посоветовали мне, магнитотерапия, для избавления там определенных последствий вируса. И вы знаете, я когда его ложу на живот или на тимус, у меня моментально начинает тело вот так вот сдрагивать, дергаться, и вот всякие звуки в животе. Я вот прям чувствую, что Гидри этот аппарат очень мне нравится. Ну, несомненно, вообще любые чужеродные поля им не нравятся. Они привыкли к тем, которые есть. А это они уже рассматривают как вторжение в их территорию жизненную. Да. А вы думаете, как по мне видно, что как будто во мне нет Гидры? Ну, я не ощущаю этого. Видно, потому что ее мало. Я когда начинала с ней бороться, ее было 40%. Ох уж я мучилась. Хотя на тот момент уже была 15 лет на вегетарианстве. А сейчас ее меньше стало, но все равно она мне докучает. Ох, мы уже с вами долго говорим, не буду вас так долго задерживать. Давайте самый последний вопросик. А то как-то неудобно. Я как бы, как говорится, дорвалась. Мы давно не общались и не хочется прекращать. Но надо иметь совесть. Поэтому самый последний вопрос. Скажите, пожалуйста, можно ли, по вашему мнению, все-таки избавиться от чакр и ауры? Потому что, конечно, в интернете об этом ничего не сказано, что чакры, ауры – это не наша. Но вот я заметила, что аура – это чисто пузырь Гидры. А наше тело энергетическое, оно вообще другое. Оно как лучами идет, такими хаотичными, мощными. Оно не связано никак вот с этим пузырем гидровским. И вот эти чакры, они же зачастую дают разбалансировку страшную. И вот эти железы внутренней секреции, где аккумулируются гормоны, и не дают нам собой управлять. То есть, если честно, мне еще сказали в астрале об этом как раз операторы сознания, что чакровый столб – это пульт управления человеком. И я вот борюсь с этими чакрами. И хотела бы узнать ваше мнение, можно ли от них избавиться, или их просто нужно аккуратненько чистить и закрывать, чтобы там не крутить, не разбалтывать, а просто вот аккуратненько чистить, закрывать. Или можно, или лучше вообще от них избавиться. Но ведь если от них избавишься, ты станешь для людей неинтересным. Как тогда бизнес строить? Как тогда с ними общаться, если они тебя не будут как человека воспринимать? Вот что с этим делать вообще? А ауру, честно говоря, я уже сняла. Свою ауру я убрала и стало лучше. Ну вот напрасно вы убираете ауру. Дело в том, что вот цель вообще каждого вида – превратить свое тело в светящее цветоносное тело. У нас же вот были обращения «Ваша светлость», «Ваше сиятельство», еще было какое-то там тоже «Освятейшество». То есть это все связано со светимостью. Вот если вы видели святых настоящих, от них днем идет свет. А в ночи вообще они освещают помещение. Иногда даже через технику видно, прям такое сияние. Да. Так вот, сияние, оно связано как раз с тем, что у нас работает эта вот чакровая система. Вот чакровая система индийская, она не совпадает с древней православной. У нас, потому что это связано с магической окружностью. А магическая окружность – это как раз вот наш рост, если мы разделим на Пи, мы получим диаметр этой магической окружности. Он называется тростью. У нас вот тростью там называют то, что мы опираемся, да? А это тростью, потому что это творение роста. Тростью переводится. У нас Т переводится, говорят, что это твердое. В действительности творите. Вот оно называется, эта буква. Так вот, эта трость, она позволяет нашим мерам, а наши меры все – это наши двигающиеся рычаги. Вот мера – это не то, что не может двигаться. У нас такие есть меры. Это вот расстояние между двумя зрачками, казом, например, называется, да? Это пальцевый шаг, он тоже как бы постоянный. А у нас вот ладонь. Вот это мера, потому что она двигается. Она рождает волны. Локоть – он тоже двигается. Плечо – оно тоже двигается. Оршина – наши плечи. Обратно, если вы переставите буквы, получается слово «ширина». В оршинах мерили ширину. В ладонях, в длань старорусская, длину мерили. Сажение – мерили высоту. А сажение – это вот когда человек сидит, сажение. Ну, то есть он посажен. Вот, от макушки до копчика. Это сажение. У нас сейчас все другие представления нам внедрили. Они все неправильные. Вот. Так вот, а косая сажение – это вот длина позвоночника. А наш позвоночник, он почему – козая сажение. Потому что вот каз, вот расстояние между глаз, их 12 казов укладывается в позвоночнике. Поэтому козая сажение. Ну, сейчас, говорит, косая. Так вот, эти все меры на нашей окружности, на нашем росте, если мы их все разложим, то есть ладонь, там, возьмем палец, там, дюйм – это две фаланги, вершок – это одна фаланга. Вот. Мы получим вот эти как раз чакры. Вот у нас, когда, например, ну, вот локоть берем, да, ну, лучше сначала вот сажение, да, у нас, получается, первая там чакра у нас Малатхара в индусах называется, вот, это сожжение. Это как бы вот у нас железы, половые железы, да, там находятся. Вот. Возьмем косую сожжение, это вот с Вадхистана, да, вот, там у нас надпочечники, ну, почки, надпочечники, но главное надпочечники – это… берем дальше, значит, аршин, это манипура, получается. Вот. Берем, значит, плечо, ну, это анахата, получается, сердце. Берем локоть, а у нас два локтя. Там потому что лучевая кость и локтевая кость. У нас, получается, вилочковая железа, ну, тимус, или вишудха, да. А вторая кость, она чуть длиннейшая, у нас, вернее, чуть короче, лучевая, у нас, получается, щитовидная железа. То есть вилочковая, и сразу идет щитовидная железа. Но здесь у нас была еще и пара щитовидная, но она практически сейчас, ее нету. Ее выщипывают. И была еще третья щитовидная железа. Ее вообще сейчас нету. А дальше у нас идет ладонь. Вот ладонь, она падает на это место. Вот этой чакры у них нету, у индусов. У нас здесь находится у меня назальный орган, так называемый. Он выстилает вес, все дно носа. И он рождает запахи. Он может передавать запахи и может принимать. Но вот у нас ведь слово обаяние, да? И обоняние, они же практически одинаковые. Так вот, когда мы говорим обоняние, мы передаем запах. А когда мы говорим нюхаем, мы его принимаем. Так вот, обоняние у нас сейчас не развивается. У нас вообще воздействующих органов нет. А вот все инопланетяне, у них четыре основных языка. Это вот образные телепатические языка, говорят. А у нас с телепатией же боролись, да? Теле – это передача апатии, а болезнь. С ней боролись как с болезнью в свое время. Казематы – это для тех, кто мог казать. Встроились специально, чтобы у них этого качества не было. Вот. И запахи, и движения. И еще у нас… Ну, вкус-то мог быть, да? Вкус. Вот, и звуки. Ну, вкусовые он практически не используется. А вот, ну, то есть у насекомых он есть, но мы его не использовали. Мы использовали обоняние, язык обоняния. И звуки. Вот не язык, звуковой язык, а именно звуки. Потому что разные звуки имеют разного воздействия на природу. У нас вот с помощью звуков можно вызвать пластичность костей. Вот у нас есть, как бы, хирурги народные, которые справляют там сломанные переносицы, там, исправляют тело. Ну, в смысле, лицо могут исправлять. С помощью звука. Потому что они вот формируют лицо, какое ему нужно человеку. И могут переформировать. Сейчас сделают реоперацию, и хрен потом что исправишь. А они делают. Такие у нас были умельцы, кстати, вот в славянске жили. Парень, ну, я потерял с ним связь сейчас. Если его найдут. Ну, если его не убили, конечно. Вот. И вот эти вот языки, вот они, ну, один из этих языков вымер на зоне орган был, да. Потом у нас идет, значит, палец, да. И он как раз на аджну приходится. А вот дальше идет дюйм. У нас вот этой железы тоже нет. А здесь у нас много. И эпифис там находится. Но это тоже железа. И третий глаз одновременно. Вот. А вообще и гипоталамус, который, гипофис, да. И гипоталамус, это форма видения разная. Вот. Они все здесь падают. Вот. При дюйме. И, наконец, вершок. Это самая высшая, которая у них называется Сахазара. Ну, у них еще и Сахасрдала, но они ее выносят. За этот. Точно так же, как они там выносят Чиктамаю, внизу, которые там железы. У нас в действительности желез-то много. Было. Почему у нас вот аорта, которая называется, кстати говоря, в старорусском фольклоре, флейтопана? Потому что на аорте находится много желез. Они все получались от того, что у нас, у разных богов, разные числа. И на этой магической окружности эти числа оставляли свои точки. Как раз вот эти закрутки. Эти закрутки, они делались, там специальные были обереги, так называемые грыжи, которые, в общем-то, если их выносить, создаются железа. Вот. То же самое у нас, те же самые асаны, например. Асаны, ну, в Индии там асаны, это в основном, мы днем делаем какие-то, там 70 основных этих асан. В реальности асаны создавали вот эти разные внутренние органы, в том числе и железы внутренние секреции. При, когда одно что-то напряжено, какие-то мышцы напряжены, а какие-то расслабленные, возникает между ними ток. А слабые токи, как известно, формируют разные органы. Например, растения, когда слабые токи пускаешь по почве, им оказывается не нужен свет. Они и плодоносят, и цветут, и растут при вот этих слабых токах. Это еще Томкинс открыл такое явление. Да, ну, в принципе, ну, конечно, у нас-то оно не используется, но в других полярных цивилизациях сейчас это используется широко, потому что они за полярном круге выращивают тропические растения. Как они там растут? Или там зимой можно выращивать, оказывается, ту же самую клубнику, любую ягоду. Вот когда используют токи, там где, поэтому там не нужна там, что там температура, там все растет, все цветет. И вот у нас, когда во сне вы принимаете определенную позу, у нас во сне рост происходит. Вы получаете те или иные органы. Вот все чудесные биодианы, которые у нас сейчас, они у нас есть, но нету этих органов, потому что у нас перекрыта эволюция, и мы неправильно спим, мы не знаем, как спать сейчас. Ну, знают, конечно, кто знает, да? Но нам-то это неизвестно, потому что эти знания только, во-первых, у жрецов, во-вторых, у тех, кто сохранил эту старую культуру православную, для ли православной. Вот, поэтому чакры это нужная система, от них не надо избавляться, потому что накопление всех потенциалов, оно, потенциал это что такое? Это вращение. Любой потенциал, он только в том случае потенциал, если он вращается, если он просто, ну, вот мы вот махаем руками, да, ну, тут никакого накопления нет. Вот если мы возьмем свой резонансный вес, равный нашему какому-то весу, да, будем, вот тогда в этом случае будет копиться потенциал. А если вы возьмете гантель, которая не сродина с нами, никаким местом, вам ничего не будет. То же самое, ну, там много всяких заморочек, то есть надо обязательно, чтобы было вращение, тогда будет потенциал. И вот, или есть переменность какая-то, тоже будет расти потенциал. Но он может расти быстро, может расти медленно, в зависимости от того, какую меру вы примете, в зависимости от того, какой угол будете использовать. У нас же словом угол связана и голова, и управление, то есть все связано с углами, потому что угол проявления числа, потому что если вы 360 градусов разделите на число, вы получите угол. И у нас был придуман специальный уголовный кодекс только для того, чтобы наказывать людей за использование различных видов углов. Углов было море, всякие, колдовские, волшебные, магические, каких только не было. Их десятки этих углов. И был целый кодекс создан. Это римский кодекс. Но он перешел к нам. Сейчас уже не за углы используют, потому что люди ничего об этом не знают, а за какие-то уже конкретные преступления. Но тоже кодекс. А у нас не было кодекса. Потому что все было, устанавливалось в теодице, и все шло автоматическое наказание. Срывал, рука отсохла, оскорбил, типун возник на языке. Ну и так далее. Получается, что если почистить все железы от паразитов максимально, то чакры, они становятся нейтральны, и даже нам помогают, что они могут нам повредить, только если паразитарный захват произошел полностью, и тогда уже чакры они используют для себя. Правильно я поняла? Да. Да, в принципе, все логично. Потому что говорят, что железы, они аккумулируют ненужные эмоции, желания. Но у меня, например, всего этого в принципе нет, потому что эти железы чистые. А у других людей посмотреть, они же все время выходят на улицу, они все время хотят что-то есть. То есть у них все время возникают какие-то спонтанные желания, как вы рассказывали, без внешних каких-то примочек. как будто изнутри что-то происходит. Получается, все это из-за этого. Да. Что ж, очень хорошо. А по поводу все-таки ауры, то как же определить, какая наша аура, какая аура гидры? Ведь у нее ведь тоже есть физическое тело и аурическое тело. У нее ведь тоже есть энергетика. Я очень часто чувствую, что она своей энергетикой крепится прямо поверх тела, поверх какого-то органа. То есть она внутри и еще снаружи отросток. Я его чувствую. Например, как это можно почувствовать? Например, вы сидите, ничего не происходит, и тут в интернете какой-то резкий звук или какой-то грязный человек. И чувствовать, как что-то здесь дергается, так дернулось. И понятно, что это дернулось, вот этот ее отросток, вот этот ее астральный полип. Дело в том, что у всех паразитов у них как правильное смещение в красный цвет. Вот, и если аура красный цвет имеет, ну, то есть это понятно, что это инородное тело. У человека обычно желто-зеленый. Большинство людей, вот ходишь, смотришь, желто-зеленые, редко голубенькие, ну, у детишек бывают голубенькие ауры. А вот фиолетовые, это вообще редкость этого цветы. Вот у святых фиолетовая аура. И как бы по ауре всегда можно определить, кто есть человек, кто есть кто. И, собственно говоря, вот индусы, они все так и определяют. То есть, если к ним, ну, если вы общались с индусами, более-менее продвинутыми, они ведь сразу тебе расскажут все, что знают про тебя. Ну, и что, не знают, это рассказывают. Да, да. Я была в Тибете, общалась еще с тибетцами в тибетских монастырях. Действительно, у них такие ауры, сплошь и рядом, у обычных даже людей, голубые ауры. Когда здесь у нас, идешь просто по улице, очень много коричневых аур, аур с пятнами, порванных аур. То есть, ну, прям чувствуется, что здесь какое-то такое влияние есть. Да. И потом, вот как раз вот яйцо, против которого выступаете, да, вот есть программы компьютерные, которые смотрят энергетику органов и рисуют это яйцо. И, как правило, оно всякое изъедено, оно не представляет из себя формы яйца. Оно изъедено, потому что один орган имеет большую энергетику, другой вообще воспален. Там вообще может быть не быть энергетики. Там чужая энергетика идет совсем другая. Вот. И это как раз вот говорит о том, что у нас такой вот ровной структуры не бывает. А если вы делаете, вот есть определенные упражнения, да, ну, та же Шавасана, которую вы там можете принять, правда, ее неправильно всегда принимать, потому что Шавасана, из нее вообще если ее сделать, из нее сложно выйти. Потому что там настолько расслабляется тело, даже мертвый так не расслабляется. Оно увеличивает вес до тонны. Его нельзя человеку поднять. Она у нас называется непереворачиваемая поза. Потому что человека поднять невозможно. Его можно поднять только на человек 30, если возьмем, тогда поднимем. А так все. вот. И у нас вот те, кто владеет этой техникой, вот у нас случай был, когда человек этот умер, ну, тот учительствовал в Москве, здесь, в Киеве, он потом в Киеве умер. Вот. Он, у него был вес больше тонны. Его 30 человек несло. вот. А он умер, ну, где-то там 30 небольшим летом. И он предупредил, чтобы его не вскрывали. Потому что, ну, запрещено вскрывать. А он был полупрописным. То есть, они имеют знания, но они в этом обществе все ну, то есть, преподают, рассказывают. Ну, и преследуют, правда, за это, естественно. Вот эти знания старых цивилизаций, нам нельзя знать. Да, это же была совсем другая цивилизация. Что ж, ну, тогда я примерно поняла, да, что лучше ауру тогда пока оставить. Вот, единственное, что я заметила за последнее время, это где-то пару месяцев назад, передо мной появился как такой круг из радужных оттенков. Причем, как я заметила, я сижу за компомом, он у меня черный, у меня постоянно радуга, радуга. Я начала обращать внимание, и, ну, стало такое радужное тело. Я начала искать в интернете, якобы такая радуга появляется у людей, которые способны телепортироваться, но вот пока что еще не могу таким похвастаться, что вот насчет ауры радужной, интересно, вы можете сказать, которая именно совмещает в себе чисто радужные оттенки. Вот бывает такое, знаете, что говорят, кристаллическая аура, она белая. У меня такая тоже была, но много лет назад, и было плохое состояние с ней, очень плохое. Но там ничего я не видела, просто как белая пелена такая. А вот сейчас прям такие яркие оттенки, иногда просто боковым зрением видишь, как просто такие цвета рядом сияют. Вот что это может значить, и как это можно использовать? Накапливать. Дело в том, что это же энергетика, а у нас многих способностей, возможностей нет, потому что нет энергии их осуществления. А когда вы копите, да, там появляется много всяких цветов, вот, и соответственно много всяких возможностей. Большинство ведь людей, они даже не знают, что у них эти возможности есть. То есть бывает, что и боги награждают какими-то возможностями, но если у вас праведная жизнь. А бывает, что человек сам достигает, но он не знает, что он этим владеет. Ну, потому что ему никто не рассказал. У нас ведь про это ничего нельзя рассказывать, что вот кто-то делает, такое-то упражнение делает, получишь что-то. Нет такого. Да, это верно. Получается, что ты получаешь спонтанно, и даже не знаешь, куда это девать в итоге. Но надеюсь, я смогу забраться со временем. А просто, когда ставишь цель, вот какую-то, что должен достичь что-то, и просто смотришь, когда это проявится. А если нет такой цели, но, как известно выражение, корабль, который не знает, куда плывет, ему любой ветер не будет попутный. 100%. 100%. Что ж, спасибо вам большое за такую интересную лекцию. Надеюсь, удастся еще в скором времени списаться, пообщаться, записать видео. Но в любом случае, думаю, что читатели будут просто счастливы. Меня буквально каждый день спрашивали, ну давайте, Валерия, пожалуйста, пригласите Владимира. так что они будут очень счастливы. Спасибо вам большое. Ну вам тоже благодарю за какие разумные вопросы. Спасибо большое. Очень много интересного узнала. Прекрасного вам вечера и спокойной ночи. И вам тоже. Спокойной ночи. До свидания. До свидания.